Говорят, что в квантовой физике Бог играет в кости. И кажется, что в этой игре комнат с возможностями гораздо больше, чем мы могли бы когда-то представить. Возможно, даже бесконечное количество. Если вам кажется, что это звучит невероятно, просто подумайте, сколько еще неизведанных тайн скрывает наш мир. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы вместе совершать новые открытия. Я Александр Антипов, и сегодня мы переходим к самым квантовым новостям за неделю. В Скайнет близко. GPT-4 научился самостоятельно взламывать системы, эксплуатируя актуальные уязвимости. Новые исследования ученых из Иллинойского университета заставляют сдрогнуть каждого, кто имеет отношение к кибербезопасности. Представьте себе, могущественная языковая модель GPT-4 от OpenAI вдруг обретает способность самостоятельно эксплуатировать критические уязвимости в реальных системах. Причем не просто воспроизводить известные атаки, а самой вычислять векторы эксплуатации на основе подробных описаний брешей. В рамках эксперимента интеллектуальной системе представили данные о 15 опасных уязвимостях. И что вы думаете? GPT-4 смогла использовать целых 87% из них, в то время как остальные модели ИИ провалились на этом испытании. Получается, что злоумышленники, вооруженные подобными инструментами, станут поистине грозной силой. Ведь теперь им не нужны годы обучения и опыт взломов. Языковая модель сама рассчитает и проведет атаку максимально эффективно. А ведь использовать такого киберагента обойдется в разы дешевле, чем нанимать профессионального пентестера. Пентагон разжигает кибервойну, Китай разоблачает ложь, США об Вольтайфун. Ах, какие же времена настали сложные. Вспоминается прошлое, увидел красную угрозу, крикнул коммунисты и дело в шляпе. Но сейчас все не так просто, вертится множество версий и теорий. Давайте разберемся. С одной стороны, у нас есть китайский отчет, который утверждает, что американские спецслужбы и компании по кибербезопасности сочинили всю эту историю с Вольтайфуном, чтобы оклеветать Китай и напугать мир китайская угроза. Интересно, правда? Но подождите, капиталистический хакер из Китая, вот это поворот, словно главный герой технотриллера, стремящийся к обогащению без граммы идеологии. С другой стороны, как же мы можем забыть, что это китайский отчет? Может ли быть, что Китай просто прикрывает своих хакерам? Пуская пыль в глаза международного сообщества. Да и доверять безоговорочно китайским источникам. Но вы понимаете, ведь не зря говорят, проверяет дважды. Американцы, в свою очередь, видят тут прекрасную возможность продать свою версию о китайской угрозе и пролоббировать увеличение бюджетов на кибербезопасность. Вот так вот налогоплательщики и расплачиваются за большие игры великих держав. Так что перед нами истинная битва мнений. С одной стороны, китайский отчет с его обвинениями в адрес США, с другой, скепсис и, возможно, реальная угроза от китайских хакеров. Как в старой доброй шпионской истории. Только вот герои здесь не ищут правду, а стремятся нажиться на новой китайской угрозе. Жадность, как говорится, это хорошо. Или нет? Жадность во всем. В жажде власти, в любви, в погоне за деньгами. И есть двигатель прогресса и процветания. Взлом ценой 6,8 миллиардов долларов. Здравоохранение США платит за халатность Change Healthcare. Представьте себе гиганта индустрии здравоохранения UnitedHealth, ставшего жертвой безжалостных киберпреступников. Атака на дочернюю компанию Change Healthcare стала для материнского холдинга подлинным ударом в самое сердце. Цифры просто поражают воображение. Общие затраты на борьбу с последствиями кибератаки только за первый квартал 2024 года составили колоссальные 872 миллиона долларов. А ведь это лишь часть айсберга. UnitedHealth пришлось выделить свыше 6 миллиардов в качестве финансовой помощи и беспроцентных займов для пострадавших медучреждений. Это подобно тому, как целый конвой гуманитарной помощи прибывает в зону стихийного бедствия. И ущерб все растет. К концу года он может составить 1,15 до 1,35 доллара на каждую акцию компании. А ведь в эту сумму входит и 22 миллиона, выплаченные вымогателем. В итоге первый квартал UnitedHealth закрылась чистым убытком в 1,2 миллиарда или 15,5 процентов от выручки. Для сравнения, сеть казино MGM после прошлогодней атаки потратила всего 100 миллионов на восстановление. Но самые циничные. Вымогатели из группировки Альф попросту обманули UnitedHealth, растворившись деньгами выкупа. Теперь, по слухам, партнеры этих негодяев сливают данные ченьш другим хакерам. И это лишний раз показывает, с вымогателями нельзя вести никаких переговоров. В московском метро начал курсировать поезд кибербезопасности. Вот что такое настоящее киберпробуждение. Представьте, не просто любой поезд, а поезд кибербезопасности, который мчится по московскому метро, в каждом вагоне которого уроки личной кибергигиены. От создания надежного пароля до секретов безопасного онлайн-шоппинга. Каждый аспект защиты вашей цифровой жизни тщательно разложен по полочкам в футуристическом стиле. Этот поезд не просто транспортное средство, это движущийся университет, где каждый из более чем 680 тысяч пассажиров в день может стать студентом. Ведь кибербезопасность уже не сакральное знание, а необходимость для каждого. И где, как ни на оживленной сокольнической линии, лучше всего учиться и обучать. А чтобы усилить эффект, каждому пассажиру предлагается шанс заглянуть за кулисы кибербезопасности на фестивале Positive Hack Days 2, который пройдет в Лужниках с 23 по 26 мая. Орден мужества обернулся ловушкой Кор Вер Вольф против 102 базы РФ Гюмри. Представьте атмосферу холодной войны, когда кибершпионы охотятся за секретными данными, а целые базы оказываются под прицелом невидимых врагов. В центре событий армянский город Гюмри, где специалисты выявили зловещий вредоносный файл на вирус Total. И здесь начинается самое интересное. Этот файл связан с легендарной хакерской группой Кор Вер Вольф, известной своими кибершпионскими операциями. Представьте себе этот вредонос в качестве цифрового троянского коня, самораспаковывавшийся архив с коварной начинкой внутри. Его миссия тайно установить программу удаленного доступа UltraVNC на целевых системах. Подробности этого цифрового саботажа впечатляют. Исполняемый файл запускает целую серию команд, копирует, запускает, создает задачи в планировщике. Везде следы беспощадной кибервойны. Эта история не только в виртуозном взломе, но и предательстве технологии, когда каждый файл может стать троянским конем, ведущим к потере секретной информации. Следите за своими цифровыми тайнами и помните, что в мире кибербезопасности не существует чего-то слишком маленького или незначительного, чтобы его можно было игнорировать. Локбит 3.0. Конструктор хаоса в руках киберпреступников. На этот раз человечество столкнулось с угрозой не извне, а изнутри утечкой смертоносного кибероружия, попавшего в руки злоумышленников по всему миру. В 2022 году в сеть попал конструктор Локбит 3.0, инструмент для создания гибких и смертоносных вирусов-шифровальщиков. Представьте, что в руках хакеров оказался механизм судного дня. Отныне любой из них может слегка сконструировать вирус, способный отключать защиту систем, расползаться по сетям и безжалостно шифровать данные, стирая все следы своего присутствия. Расследование лаборатории Касперского показывает, что созданные с помощью утечки файлы уже использовались для масштабных атак по всей планете, включая страны СНГ. Мы столкнулись с самым разрушительным цифровым оружием в истории. Единственный способ выжить в этом захватывающем сюжете — комплексные меры защиты, обновленная киберкультура и бдительность каждого из нас. Потому что в противном случае вполне возможно, что в следующий раз в кадре появится надпись «Конец». 82 тысячи брендмауров в зоне риска. Для уязвимости в PanOS вышел рабочий эксплойт. На этот раз в эпицентре событий — критическая уязвимость программного обеспечения PanOS — брендмауров PowerAlternetworks. Представьте, что в ваших виртуальных крепостных стенах зияет брешь размером с ворота. Эксперты по безопасности обнаружили, что злоумышленники могут беспрепятственно внедряться в системе с правами суперпользователей и вытворять все, что им заблагорассудится. А ведь ранее компания утверждала, что достаточно отключить пару функций, и опасность будет предотвращена. Но, как выяснилось, эти меры оказались подобны попыткам запереть ворота после того, как враг уже ворвался в город. Хакеры уже успели воспользоваться дырой, внедрив вредонос Upstyle и проложив в путь для кражи данных из внутренних сетей. В России предполагается, что за атаками стоит могущественная хакерская группировка UTA-0218, спонсируемая неким государством. А для России этой ситуации очередной призыв к ускоренному переходу на отечественное программное обеспечение. Ведь зависимость от зарубежных разработок стоит под удар национальную кибербезопасность. Пришло время взять судьбу наших виртуальных рубежей в свои руки. Cisco Talos. Хакеры атакуют VPN-сервисы по всему миру. Cisco сообщает о масштабной бортфорс-атаке, которая обрушилась на сервисы VPN-ссх по всему миру. Среди жертв Cisco, Checkpoint, Fortinet и другие. Это не просто атака. Это настоящий штурм цифровых крепостей. Тебе не кажется, что сначала надо все обдумать? Лучше, раньше, чем больше. Атака началась 18 марта 2024 года и не выбирает себе цели. От маленьких фирм до глобальных корпораций никто не в безопасности. Злоумышленники используют армаду анонимизаторов, чтобы скрыть свои следы от Тор до Бигмама Прокси. В случае успеха последствия могут быть катастрофическими. От полного доступа к корпоративной сети до отказа в обслуживании, парализующие жизненно важные системы. Это все равно, что племена дикарей разрушают города и государства. Но не отчаивайтесь, Cisco предупреждает и делится индикаторами компрометации на GitHub, чтобы остановить этих киперпиратов. Ведь только объединив усилия, мы сможем выставить против такого масштабного натиска и не дать ворвавшимся наш мир варварам нас поработить. Кража приватных ключей и взлом сервера. В Путте обнаружена критическая уязвимость. Вспомните те времена, когда все мы погружались в мистические заговоры Дэна Брауна, и каждая мелочь могла перевернуть весь мир. Наши компьютеры тоже живут в таком мире заговорах. И порой одна малюсенькая ошибка может открыть двери для всех наших секретов. Это все из-за критической уязвимости, обнаруженной в популярном клиенте SSH и Телнет Путте. Злоумышленник, заполучив ваши подписанные сообщения, например, из публичных гид-репозиториев, может вычислить и похитить ваш приватный ключ. Взломал ваш ключ, злодей получает доступ к ценным данным вроде кода программного обеспечения. Ситуация усугубляется, если хакер контролирует SSH-сервер, к которому вы подключаетесь. Один неверный шаг, и он крадет ваши цифровые отпечатки пальцев. Причем Путте не единственная жертва этой компьютерной западни. Файл Зила, WinSCP, TortoiseGit и другие известные утилиты также подвержены риску. Так что лучше не медлить с обновлением, иначе за вашей секретной информацией может последовать кибер-охотник. Интеллект совы и 140 544 ядра. Intel представила неймоморфную систему HALA. Intel выкатила свой мега крутой неймоморфный компьютер HALA Point. Представьте, в нем аж 1,15 миллиарда нейронов, прямо как мозг совы. Это вам не какие-то там обычные процессоры, а будущее искусственного интеллекта. Эта штуковина может выдавать запредельную производительность в 15 топс на ватт при 8-битных вычислениях. Для сравнения, новейшая система NVIDIA от силы тянет на 6 топс на ватт. В общем, конкуренты могут ахнуть. Кстати, по словам Майкла Дэвиса из Intel, отдельные Лойхи 2 способны ускорять и в 50 раз быстрее ЦПУ и ГПУ. Экономия при этом энергии в 100 раз. Правда, они сравнили не с очень мощными мобильными чипами. В общем, компьютер похож на что-то из фантастических фильмов про киборгов. Но у него есть ограничения. Например, обработать популярные языковые модели вроде ЧАД-GPT он пока не может. Все-таки это новая архитектура. Зато в задачах с видео, аудио, халопойн показывают троекратный прирост производительности и энергоэффективности. Хоть и с некоторой потерей точности. Так что скоро роботы-охранники смогут распознавать преступников по походке, получа наших аналитиков. Фотонный чип Хамелеон. Универсальный процессор меняет методы коммуникации. Группа ученых вместе с компанией iPronix создали первый в мире универсальный программируемый фотонный чип. Это открытие, ставшее ключевым результатом масштабного европейского проекта UMVP-Чип, обещает перевернуть целые отрасли. Перед вами инновационный чип, способный выполнять 12 базовых функций для самых разных приложений. От 5G-связей и дата-центров до квантовых вычислений, спутниковых технологий и систем беспилотников. Его ядро — совершенно уникальная программируемая сетка волноводов, которую можно оперативно перенастраивать в реальном времени. Это подлинная революция в области фотоники. Представьте, как тысячи лучей света в кремниевое сердце чип образуют целые фотонные цепи, перестраивающиеся по вашему желанию. Ячейки сетки служат разъемами, соединителями и комбинаторами. Вы программируете архитектуру самого света. Logitech представила инновационную мышку со встроенным ChatGPT. Logitech, известный производитель компьютерной периферии, решил ворваться в эпоху искусственного интеллекта с поистине революционным продуктом. Представляю вашему вниманию M750 сигнатуры IE Edition — беспроводную компьютерную мышь с отдельной кнопочкой для вызова ИИ-помощника. Вы только вдумайтесь, теперь нейросеть находится буквально на расстоянии вытянутой руки. Одно нажатие, и ChatGPT уже генерирует ответы на ваши вопросы. Причем не просто ответы, а целые эссе в нужном вам стиле и тональности. Регулируйте длину, выбирайте формат, и к вашим услугам. Уже вижу скептические ухмылки, но зачем мне это нужно? Отвечаю, для повышения вашей продуктивности, друзья мои. Компания обещает, что даже пара сэкономленных минут в процессе использования этой разработки позволит значительно сократить время выполнения задач, а в нашем безумном ритме жизни каждые минуты на счету. Конечно, нельзя не отметить некоторую экстравагантность решения Logitech. Чат-боты и искусственный интеллект уже прочно вошли в нашу жизнь. Но отдельная кнопка для их вызова — это нечто новенькое. Одни сочтут ее избыточной, другие мастхевом для современного пользователя. Что ж, время рассудит. Аналитики раскрыли схему, по которой хакеры через красочные сайты с изображениями, словно магниты для любителей аниме и пиццы, заманивают пользователей телеграмм в ловушку. Кликнул по картинке, и ты уже на фишинговом сайте, который с хитростью выманивает твои данные и двухфакторка не спасает. Эй, гики, компания Селот призналась, что сдавала ваши видеокарты в аренду для создания и порнухи. Представляете, пока вы рубились в игрушки, ваши пыхтящие железки трудились над чем-то, ох, как непотребным. Видимо, когда говорят о разогреве видеокарты, теперь это может иметь совсем другой смысл. Опасаетесь, летуны, ваши рабочие места под угрозой? ВВС США уже натравили искусственный интеллект на живого пилота в воздушном бою. А вы думали, что безумные ученые просто так будут доверять управление боевыми самолетами компьютерным мозгам? Это ж первый шаг к восстанию машин и порабощению человечества. Boston Dynamics снова всех удивили. Представили своего робота Атласа в новом электрическом обличье. С такими-то навыками и причиндалами он вполне может податься в балет. Представляете, робот на сцене Большого театра исполняет Лебединое озеро. Это ж будет хит сезона. Народ повалит валом. Умники и ученые бьют тревогу. Эти космические авантюры миллиардеров могут стоить нам целой планеты. По их словам, сжигание тысяч спутников в атмосфере проделает дыры в озоновом слое. И нам всем придется ходить с толстым слоем крема для загара от вредного излучения. А может быть, Маск с Безосом специально пытается пожарить наш воздушный шарик изнутри, чтобы поскорее свалить жить на Марс. А на этом все. С вами был Александр Антипов, Гордон Гека информационной безопасности. Читайте наши новости, смотрите наши видео, подписывайтесь на нас в Телеграм и ВКонтакте. Всем позитивной рабочей недели. Скоро увидимся. Начали! Хоть и улыбнулись бы, что ли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова